Встреча на высшем уровне. Президент и губернатор обсудили важные вопросы развития Самарской области. Да будет свет! Красноглинскую подстанцию открыли после масштабной реконструкции. Генеральная репетиция ЕГЭ. 11-классники по всей России сегодня писали итоговое сочинение. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. На повестке дня социально-экономическое положение в 63-м регионе. Особое внимание уделили автопрому и строительству жилья. Также губернатор доложил президенту о подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. О ключевых темах встречи на высшем уровне наш следующий репортаж. Рассказывая президенту о ситуации в регионе, губернатор отмечает, в целом ситуация нормальная. Рост в промышленном производстве – небольшой минус в автопроме, но у автоваза выходят новые модели. Владимир Владимирович называет «Ладу Весту» хорошей машиной. Во время тестирования в Европе участники приняли ее за иномарку. На подходе – «Лада Икс Рей». На эти две машины, по словам Николая Ивановича, предполагается пересадить 85% чиновников. В частности, он отметил, что глава Самары уже ездит на Тольяттинском автомобиле. «Спасибо вам большое за поддержку. Реации хорошие. Лады Вести». «Машина хорошая. Тестировали в Европе. Те, кто принял участие в тестах, не могли определить стану происхождения. Либо одну из европейских стран, либо Японии». «На самом деле, она современная машина. И вот 15 декабря пойдет «Лада Икс Рей». Тоже хорошая машина. Мы будем найти две машины, пересаживать процентов 85 чиновников. Здесь средний, даже выше, чем средний, ниже слой. Уже в городе Самаре мэр ездит. В общем, мы их дальше. Все, что будем менять, будем менять. Потому что там есть сейчас и по безопасности условия европейский стандарт». Еще один позитивный момент – рост объемов строительства жилья на 126%. Хорошо, потому что в целом мы знаем, что ситуация в отрасли непростая. А у вас рост, я посмотрел здесь по таблице. Да, 126%. За счет чего у вас это получилось? Апотека пошла. Мы включились в программу федеральную доступность уже на российской семье. Там 10 миллионов квадратных метров по стране должны, по вашему указу, по стране правительства. Но в этом пилотном проекте из 200 тысяч квадратных метров этого года, 50 тысяч самаре будет. Каждый четвертый квадратный метр самаре будет строиться. Губернатор рассказывает, в регионе планомерно идет выполнение майских указов президента. Так, до конца года появится 4,5 тысячи новых мест в детских садах. Президент обращает внимание, в Самарской области сократилась задолженность по зарплате. Очень хорошие показатели, хороший признак, значит, внимание этому есть, нужно и дальше не ослаблять внимание к этим вопросам. На встрече затрагивают и другие важные темы. Подготовку Самары к Мундиалю, которая идет в соответствии с графиком и важнейшие вопросы развития транспортной инфраструктуры. Президент поддерживает строительство многоуровневой развязки на трассе М5 в Тольятти. Она позволит увеличить пропускную способность магистрали. Одобряют на федеральном уровне и строительство Фрузенского моста в Самаре, который должен быть возведен к 2018 году. Андрей Волков, Лариса Шалафаст, События. Более подробно о важных темах, поднятых на встречи, мы расскажем в нашем специальном репортаже. Он выйдет в эфир в субботу, 5 декабря, в 10 и 16 часов. Одним из красивейших городов Приволжского федерального округа Михаил Бабич назвал Самару. Пол предпрезидента в ПФО провел встречу с главными редакторами ведущих СМИ в Нижнем Новгороде. Он особенно отметил, майские указы президента выполняются во всех регионах. Речь идет в том числе о переселении граждан из ветхих и аварийных домов, предоставлении жилья ветеранам Великой Отечественной войны. Также Михаил Бабич напомнил, в 2015 году в округе прошла самая масштабная избирательная кампания. Состоялись выборы четырех глав субъектов России. Депутатов представительных органов, семьи административных центров Самары, Казани, Ижевска, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Оренбурга и Ульяновска. Отвечая на вопросы журналистов, отдельно Михаил Бабич оценил состояние развития экономики Самарской области. Самарская область, как вообще экономический субъект, он является передвигом не только в округе, это в целом и для страны. Одна из лучших, одна из крупнейших экономических площадок. Это центр автомобилестроения страны. Поэтому, конечно, Самарская область имеет огромный потенциал для развития. И с удовлетворением могу сказать, что экономические показатели развития области, они за последние несколько лет очень серьезно улучшаются. Большой технологический прорыв в мире проводов и трансформаторов, а по факту мощный толчок для развития целого района Самары. После реконструкции заработала электроподстанция Красноглинская. Теперь она соответствует мировым стандартам энергетики. Причем все оборудование отечественное. Олег Зверев оценил масштабы преобразований. Три больших завода, два торговых центра, трасса М5 Урал, поселок Мехзавод и новые площадки современной комплексной жилищной застройки. Все это питается отсюда. Город развивается на север. И почти двукратное увеличение мощности Красноглинской подстанции дает новую силу социально значимым объектам. Какой стала подстанцией после проведенных работ, рассказывают главе города. Объект стратегической важности. Самара вновь становится опорным краем страны, амбициозным планом нужна энергетическая поддержка. Самара готова к индустриальному рывку, что у нас есть с вами абсолютно необходимые мощности для того, чтобы город развивался более динамично. И мы вместе с вами более уверенно смотрели в будущее. События последних трех лет, когда губернию возглавил Николай Меркушкин, они свидетельствуют о том, что в области и в городе в частности подготовлена серьезная база, энергетическая база. База сетевых компаний, которые позволят нам город стремительными темпами развивать в ближайшие годы. И вот исторический для энергетиков момент. Сегодня на предприятии начинается отсчет новой истории. Под ваши аплодисменты, друзья, торжественный путь в обстанке. Все узлы и агрегаты подобраны по самым современным требованиям, в частности трансформаторы. Последнее слово техники. Работают с минимальными потерями на сопротивление. Вместо традиционного масла используется электротехнический газ. Все узлы, все детали этой подстанции, они новые. Новые, высокое, эффективное оборудование, которое здесь стоит. В этом году в Самаре уже открыты новые подстанции в Куйбышевском районе. Теперь в Красноглинском. До конца года будет сдана еще одна – Тамашев-Колок. Модернизируются газопроводы и системы водоснабжения. Это действительно прорывной год. Это очень важно для энергоснабжения города, для перебойного обеспечения энергии и предприятий, и тех строящихся объектов, которые у нас в этом году и в последующие годы будут возводиться. Мы готовимся к чемпионату мира 2018 года, и роль энергетики здесь нельзя недооценивать. Что же касается объектов, которые возводятся к чемпионату мира по футболу, для их энергоснабжения будет построена еще одна подстанция. Олег Зверев, Константин Головин. События. Зарплаты учителей в школах и воспитателей в детсадах достигли уровня среднего заработка в Самарской области. Это почти 26 тысяч рублей. Ход исполнения указа президента России о доведении до необходимого уровня зарплат педагогов детских садов в соответствии с поручением губернатора области стали темой встречи главы Самара Олега Фурсова и министра образования региона Владимира Пылева. Высоким уровень самарской системы образования должен быть во всем. В городе немало сильных и успешных учителей. Они сами занимают престижные места на всероссийском уровне и воспитывают достойную смену. Такому уровню должна соответствовать и оплата труда педагогов. Почти 27 тысяч рублей средняя зарплата учителей в полном соответствии со средним заработком в экономике по области. В свою очередь зарплата педагогов до школьных образовательных учреждений должна составлять 25 тысяч рублей. Средний заработок воспитателей был меньше. Администрация Самары выступила с инициативой до конца года сделать педагогам доплату, которая доведет зарплату до установленных показателей. В течение года предметная работа над параметром бюджета позволила нам найти дополнительные средства в объеме 76 миллионов рублей, чтобы до конца года решить эту задачу. Это, безусловно, выполнение указа президента, это исполнение поручений губернатора, но самое главное – это, конечно, оправдание ожиданий педагогических работников, которые работают в этой сфере. Близок к исполнению и другой указ президента в сфере образования. Почти ликвидирована очередь в детские сады для детей от 3 до 7 лет. В этом году в Самаре открыли более 2000 дополнительных мест. Такая совместная работа губернатора, в первую очередь Николая Ивановича Меркушкина, работа вашей администрации, дает свои результаты. В актуальную очередь закроем. Пока в городе не устроены 125 детей. Это те, кто сегодня готовы идти в детский сад. Но до конца года дошкольные учреждения распахнут свои двери и для них. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Важный день для всех российских школьников. Сегодня прошел зачет по русскому языку. 14 тысяч выпускников Самарской области написали итоговое сочинение. Для 11-ти классников результат будет означать допуск к ЕГЭ. При этом темы сочинения держали в секрете до самого начала экзамена. На какие вечные философские вопросы пришлось отвечать подросткам, узнала Лариса Шалафаст. В учебном кабинете запрещается иметь при себе средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру. До начала экзамена считанные минуты. Правила строгие. Листок бумаги и ручка. Все, что можно взять с собой ученикам на экзамен. К итоговому сочинению Никита Орлов готовился заранее. Прочитал не один десяток книг. В будущем он планирует стать врачом. От сдачи экзамена зависит поступление в ВУЗ. Мне пришлось перечитать множество книг ради этого сочинения. Я вспомнил много материалов за 7-6 класс. Я посмотрел эти произведения с другой стороны и расширил свой кругозор. Дом, семья, год литературы, время, путь. Примерные варианты тем для сочинений школьникам озвучили еще осенью. Но какие они будут на экзамене – секрет. Пять разных тем каждая школа получает в режиме онлайн за 15 минут до начала экзамена. Основные критерии оценки – текст должен быть по объему не меньше 250 знаков и на 100% авторским. Если работа более чем на 50% является цитируемой, а для этого в пункте проверки специально развернутый компьютер из доступа в интернет и есть программа антиплагиата, то значит сочинение тоже получит незачет. Сочинение оценят по системе зачет-незачет. В дальнейшем результат может учитываться при приеме абитуриентов. В этом случае ВУЗы сами оценят сочинение в баллах. Результаты итогового сочинения станут известны через 10 дней. У тех, кто получит незачет, будет еще две попытки. Передать сочинение можно будет 3 февраля и 4 мая. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. Деньги, собранные с большегрузов, будут поступать в федеральный бюджет. Оттуда направляться в те регионы, где наиболее необходимо улучшение дорожной инфраструктуры. Общая протяженность российских федеральных дорог составляет более 50 тысяч километров. И за каждый километр по новому закону теперь придется платить. Тем машинам, чья масса превышает 12 тонн. Как войти в систему и не нарушить закон, выяснила Марианна Мирная. Механик Сергей Иванов отвечает за несколько сотен грузовиков массой свыше 12 тонн. По новому постановлению, вступившему в силу 15 ноября этого года, с каждой машиной берется плата за пользование федеральными трассами. Чтобы система работала, водителям необходимо стать участниками этой системы. Мужчина говорит, это совсем не сложно. Нужно обратиться в отделение информационной поддержки по адресу Победа-12, подать заявку на регистрацию, получить доступ в личный кабинет. Уже через месяц в организацию пришло 408 бортовых устройств. Здесь есть индикация. Индикация показывает заряд со своим аккумулятором. Она показывает наличие денег на счете. Вот данные, вот эти даже. Там все по инструкции очень элементарно. Значит, связь через спутник она работает и, значит, состояние ее как на сотовом телефоне. Процедура проста. После регистрации в личном кабинете нужно пополнить баланс лицевого счета, после чего можно либо установить бортовое устройство, либо сформировать маршрутную карту. За каждый километр государственной дороги со счета будет списан 1 рубль 53 копейки. Так, от Самары до Тольятти по М5 грузовику массой свыше 12 тонн придется заплатить около 100 рублей. За исполнением закона будет следить система контроля. Это рамочная система контроля, которая будет установлена на территории Российской Федерации по всем федеральным трассам. Рамки оснащены достаточно сложными технологичными такими камерами, несколько камер будет, на основании которых будет производиться визуальная оценка ситуации на дороге и визуально будет считываться те транспортные средства, которые проехали, либо которые с оплатой, которые без оплаты. Для тех физических или юридических лиц, которые нарушили правила и проехали по дороге федерального значения без оплаты, предусмотрены штрафы. Чтобы сэкономить на возможных наказаниях, уже больше 80% пользователей большегрузным транспортом в Самарской области зарегистрировали свои автомобили и установили бортовые приборы. Марьяна Мирная, Станислав Левин, События. А сейчас коротко о других событиях этого дня. Владислав Роговик, обвиняемый в убийстве 18-летней студентки Анны Бондаревой, не считает себя убийцей. По его словам, он задушил девушку в состоянии помутнений рассудка из-за того, что она якобы его оскорбляла. Напомним, тело Анны было обнаружено в июле 2015 года недалеко от дачного массива «Сокские зори». Родители Анны Бондаревой в качестве компенсации морального ущерба требуют с Роговика 10 миллионов рублей. На следующем заседании участники процесса приступят к прениям. Северо-восточную магистраль в Самаре достроят до станции метро «Российская». Городской департамент строительства и архитектуры ищет организацию, которая разработает проект реконструкции дороги. Строить четырехполосную магистраль намерены в 2016-2017 годах. 3 декабря с железнодорожного вокзала «Самара» торжественно отправится в первый регулярный рейс новый двухэтажный поезд «Самара-Москва». Это направление станет пятым маршрутом курсирования двухэтажных составов. Первый такой поезд связал Москву и Адлер в ноябре 2013 года. В этом году начали курсировать двухэтажные экспрессы «Москва-Санкт-Петербург», «Москва-Казань» и «Москва-Воронеж». Растет заболеваемость ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, за неделю в Самарской области зарегистрировано более 9 тысяч больных. Грипп пока не выявлен. Эпидемический порог не превышен. На сегодняшний день от гриппа привито почти половина населения. Сделать вакцину можно в поликлинике. К премьере готовится Самарский академический театр оперы и балета. Зрители ожидают любимое и последнее большое музыкальное произведение Моцарта «Волшебная флейта». Она относится к жанру «Зингшпиль» – музыкально-драматическое представление с диалогами. Премьерные спектакли пройдут 9 и 10 декабря на малой сцене театра. Клоунские носы вместо уколов. Маленьких пациентов в больнице Середавина навестили настоящие врачи-клоуны. Они помогли скоросить больничные будни ребятам и их родителям. Волшебную пилюлю смеха получила и Марина Матвейшина. Таких врачей пациенты еще не видели. Бегают, прыгают, танцуют. А главное – пришли не укол сделать, а клоунскую моду показать. Халаты в цветочках, яркие шляпы и разноцветные бантики – основные тренды больничной моды в этом сезоне. Я вообще очень удивилась, если честно, что мы сказали нам сегодня, что мы пойдем на клоунов. Доктора клоуна выписывают маленьким пациентам только самые надежные и ни капельки, ни горькие лекарства. Килограмм смеха и ведро радости педиатры подтверждают – дети в больнице в них нуждаются, как никто другой. Они же находятся в больнице, из привычной среды вырваны и стрессовые практически ситуации. Поэтому им любая положительная эмоция дает заряд какой-то бодрости. Ну и, конечно, родителям тоже приятно. Это, безусловно, наша задача – не только ребенка лечить, но еще и маму успокаивать. С 1 декабря клоуны будут посещать маленьких пациентов в больнице Середавина каждую неделю. В их планах навестить малышей и в других клиниках, где есть детские стационары. Марина Матвеевична, Григорий Плешаков, События. Самара облачается в новогодний наряд. Полным ходом идет установка световых композиций. Многие из них носят романтические названия – падающие звезды, зимний лес, ледяные шары. Когда в Самаре зажгутся новогодние дни, расскажет Валерия Макарова. Праздничное настроение ко многим приходит только после того, как город начинает угрошать к Новому году. Одной из первых преобразилась улица Ленинградская. Здесь уже установили светодиодную конструкцию фонтан. Очень хорошо. Особенно, когда это делают заранее. Становится как-то приятно и весело. Несмотря на слякоть и дождь, кажется, что Новый год уже близко. А он и правда близко. В этом году дополнительная иллюминация осветит улицу Осипенко. Композиция называется «Звездная ночь». Ее авторы – дизайнеры из Санкт-Петербурга. Таких в Самаре установят больше сотни. Займут свои традиционные места и объемные световые фигуры. На площади Куйбышева будут установлены две композиции «Зимний лес». Одна композиция «Дед Мороз на санях». «Звездное небо» будет новое на улице Ленинградской. На площади Кирова будут установлены сакуры, деревья световые. Монтаж всех украшений обещают закончить к 7 декабря. Тогда же вечернюю Самару раскрасят новогодние огни. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События. Дом в Самаре, где жила семья легендарного разведчика Рудольф Абеля, рассекретит. Горожане предлагают увековечить память о выдающейся личности в советской разведке. Какие еще страницы истории города получат реальные отражения на улицах и домах, расскажет Марина Кравцова. Чуть меньше века назад в этом здании на улице Братьев Коростылевых готовили молодых педагогов. Здесь располагался татарско-башкирский педагогический техникум. Более 150 его выпускников отправились в самые разные уголки страны развивать национальные школы. Теперь в память об этом здесь появится мемориальная доска. Это были кадры для татарских и башкирских национальных школ, которые главным образом в сельской местности. Комиссия по увековечению выдающихся личностей и исторических событий одобрила и предложение самарцев установить памятную доску на доме, где жила семья советского разведчика Вильяма Фишера, более известного как Рудольф Абель. Он неоднократно бывал в этом маленьком домике на Молодогвардейской. Я считаю, что будет правильно как-то его увековечить, потому что очень мало, так скажем, памятников именно сотрудникам органов государственной безопасности, хотя он делает очень нужную и важную работу. В Самаре он бывал, вел какую-то деятельность, посещал семью. И я считаю, это интересная очень личность, которая связана с нашим городом, уникальная, да, известная, я думаю, всей стране, и не только в стране. Дом семьи Фишера может стать одним из мест протяжения туристов. Восстановить планируют и знаковые объекты советской эпохи, которые располагались на территории бывшего завода «Зим». Памятник Масленкову и барельеф с изображением Ленина. Где могут появиться эти скульптуры, пока не решено. Марина Кравцова, Григорий Плешаков, События. И станет мир светлее. Под таким девизом в Самаре прошла акция «Благородство». Она объединила участников со всей губернии. В этом году на премию были выдвинуты более 200 человек. О благородстве во всех его проявлениях репортаж Алины Чемерес. Татьяна Беседина награду получила за неравнодушие к чужой судьбе. Однажды женщина в подъезде у своей знакомой нашла человека без определенного места жительства. Не смогла пройти мимо, решила помочь. Чтобы собрать все документы, пристроить Александров пансионат и оформить пенсию, потребовалось немало усилий. Я не пожалела о том, что я столько много труда положила. Это было, оно возвращается. Это как бумеранг. В этом году заявки на участие в акции «Благородство» прислали более 200 человек со всех уголков Самарской области. Забота, спасение, меценаты лучших выбирали в девяти номинациях. Главный критерий, чтобы поступок был примером для окружающих. В числе лауреатов 41 человек. Среди них и те, чей подвиг остается нетленным десятки лет – ветераны. Василий Матвеев в годы войны служил в войсках НКВД. После победы, которую встретил в Кенигсберге, начал активно заниматься легкой атлетикой и лыжами. Стал четырехкратным чемпионом мира. Говорит, именно спорт вылечил ему ногу после ранения. 5 января мне исполнилось 90 лет. Я и сейчас занимаюсь спортом, поддерживаю молодежь и подтягиваю к себе все время. Я просто горда тем, что в нашей губернии такие замечательные люди, бескорыстные, которые, несмотря ни на что, вопреки всему, совершают благородные поступки. Победители получили дипломы и памятные подарки. Но главное, отмечают организаторы, их добродетель стала примером для жителей региона. Алина Чемерис, Сергей Баскин, События. А теперь к новостям спорта. Передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Самарский пауэрлифтер – двукратный чемпион мира. Тольяттинский батутист поедет на Бразильскую Олимпиаду. Баскетбольная Самара проиграла выезд в Суперлиге. Матчи на Дальнем Востоке для баскетбольной Самары в чемпионате Российской Суперлиги сложились неудачно. Сначала поражение на Сахалине, потом уступили Спартаку из Владивостока – 70-91. Вся игра проходила по сценарию приморской команды. Они постоянно вели в счете. Самара иногда подбиралась к ничейному результату, но все усилия оказались тщетны, а концовку волжане вообще провалили. В итоге Спартак победил с разницей в 20 очков. А в результате неудачной выездной серии Самара пятая в Суперлиге. Сахалин лидер. В Дании завершился чемпионат мира по прыжкам на батуте соревнований, отбор на Олимпийские игры. Медаль удалось завоевать и спортсменам Самарской области. В командных соревнованиях тольяттинцы Михаил Мельник и Андрей Юдин стали чемпионами мира, обойдя соперников из Китая и Белоруссии. В индивидуальных прыжках Юдин, самый молодой финалист, выиграл бронзовую медаль. Кроме этого он получил именную лицензию на участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В Люксембурге самарский пауэрлифтер выиграл чемпионат мира. Супертяжеловес Андрей Коновалов оказался самым сильным среди спортсменов, представляющих 17 стран. В сумме трех упражнений – приседания, жим лежа и становая тяга – Коновалов поднял одну тонну и 177,5 килограммов. Андрей обошел ближайшего соперника американца Блейна Самнера на 12 килограммов 500 граммов и стал двукратным чемпионом мира. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. В 22.10 смотрите на нашем канале художественный фильм «Коктебель». История об отце и сыне-подростке. Фильм «Путешествие» Бориса Хлебникова и Алексея Попогребского. Пытается романтизировать родину и одновременно показать ее реальные социально-экономические проблемы. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самаргиз в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Все вам доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok